Ну, первое, серединные перпендикуляры, правильно? Да. Поэтому центр окружности, если она есть, это обязательно центр описанной окружности треугольника. Дальше. Теперь найдем отрезок MH и отрезок MO. Зачем? Ну, потому что вот MH вот здесь. Да. И тогда я найду этот отрезок из теорема Пифагола. А, понятно. То есть мы все-таки искать будем квадрат, там обозначь, как-нибудь точка, квадрат отрезка ОК, а для этого найдем квадрат отрезка HM и квадрат отрезка OM. Хорошо, это понятно, да. Квадрат отрезка OM это R квадрат минус... Пиши, пиши, пиши быстрее. OM в квадрате... Да, это безусловно. Это просто теорема Пифагора. HM в квадрате. Да. H вот такой отрезок, это вот эту руку. Да. Берем эту руку. Ну, да, потому что там по 90 градусов, да-да-да. Так, теперь вот эта точка будет плюс точка P. Да. HT. Смотрите. Это на самом деле Tb. Это Tb умножить на... Разделить на синус этого угла, но это его косинус. Да. То есть умножить на косинус А и поделить на синус А. Да, конечно. Теперь, что такое Tb? Tb это А умножить на косинус угла бета. Да, конечно. Теперь, что такое Tm? Это Tb минус mb. Ну, конечно, конечно. Так. То есть... Да, конечно. Так, теперь, для того, чтобы мне найти HL, мне надо найти сумму квадратов. Да, конечно. Это можно написать, что это 2... Это еще почему? Ну, А это 2R. А делить на синус А это 2R, да? Да. 2R косинус Альфа косинус П. Согласен. Нахожу к сумму. К сумму квадратов. Квадратов. Это будет А квадрат. Бета плюс... А квадрат минус АС косинус бета. Это я понимаю. А, и плюс вот это, да. Хорошо, теперь понял. Теперь мне надо, для того, чтобы найти отрезок T, O, сложить квадрат этого и квадрат отрезка M. Ну, да. Значит, надо к этому выражению... Прямо приписывай. Плюс R квадрат минус C квадрат делить на 4. Ну, вот, как видишь, C квадрат делить на 4 уничтожилось. Да. R квадрат это вообще симметрическая штука. R квадрат это симметрическая штука. Да. Да-да, убирай. Убирай все это. Вот это вот, R квадрат убирай. Да, все-все, убирай, убирай. Все. Осталось доказать, что вот такое выражение является симметрическим. Я перепишу это. Да. Косинус квадрат альфа, косинус квадрат бета. А, C косинус бета? Да. Это можно посчитать по теореме косинусов. Это понятно, что такое. Это будет B квадрат минус А квадрат минус С квадрат. И все это пополам. Вот. Почему с минусом, интересно? Это минус АС. Вот. Ну, хорошо, конечно. Но, почему вот остальное? Что такое 4R квадрат, косинус квадрат альфа, косинус квадрат бета? Смотрите. Вот B квадрат минус А квадрат минус С квадрат пополам. Это более-менее понятно. Смотрим. Там косинус квадрат бета. Действительно, лучше за скобку вынести. И там будет А квадрат плюс 4R квадрат косинус квадрат альфа. Как ты думаешь, это что-то понятное или нет? Если может выйти, вот выпишем до степки прямо. Например, такое выражение. А в квадрате плюс 4R квадрат косинус квадрат альфа. Что это такое? Можем мы понять или нет? Конечно. А же. Мы знаем, что такое А. А это 2R синус альфа. Теорема синуса в точности. Отлично. И вот теперь мы поняли, что в наших вычислениях была ошибка. Или не поняли еще? Нет, еще не поняли. Мы получили, что это 4R квадрат. Значит, надо теперь идти на правую доску и там писать 4R квадрат косинус квадрат бета. Но лучше это записать не так. Это лучше записать как 4R квадрат минус 4R квадрат синус квадрат бета. Правильно? 4R квадрат минус 4R квадрат синус квадрат бета. Это понятно? Замечательно. И что теперь? Что такое 4r квадрат синус квадрат бета? Это b квадрат. Убираешь это. Прям тряпкой сотрей. Напиши на этом месте. Минус b квадрат. Минус b квадрат. Сумма вот этих двух штук симметричная. 4r квадрат тоже симметричная. Все? Все? Мы получили симметричное выражение. Там еще было плюсы. Ну, не важно, что там было. Оно тоже было симметричное. Так. Все поняли? Поняли. Спасибо.